Ну вот я вижу, что настроение у вас не очень в Киеве, буквально только что закончились обстрелы, не только в Киеве, по всей Украине, насколько я понимаю, и Житомирская область, Львовская, многие другие, говорят, что остановили Запорожскую станцию, что она полностью обесточена из-за ночных ракетных ударов. Вот такая вот ситуация на эту минуту, и почему вдруг довольно продолжительное время не было таких массированных ракетных ударов, почему они вдруг решили возобновить их, как вы считаете? Ну потому что могут, то есть вот сказать, что в этом есть какая-то военная логика, очень трудно, как вот один мой друг только что написал в Фейсбуке, что когда его просили объяснить стратегический смысл бомбардировок вот этих, которые сейчас происходят и ракетных обстрелов, то я, говорит, затруднился это объяснить и подумал, что единственное объяснение, что россияне, они же любят гадить, правильно, вот они же гадят в домах, мы же видели, что вот там, где мы освобождали территории, везде именно нагажено физически, в каждой квартире, да, вот везде, где они могли, на каждый ковер они нагадили. И вот об этом говорят все, кстати, вот просто вот все тут люди вот в Киеве, кого я знаю, у кого были дома-квартиры в Буче, там в Ирпине, все рассказывали про одну и ту же картину, что вся в квартире они нашли, именно куски говна в огромном количестве везде, и российского. И вот сейчас россияне просто пытаются вот таким способом, но это как бы звучит вроде странно, но тем не менее, вот означает, что это, да, это характер, это цель, это характер ведения войны. А для чего они, вы видели, как они бессмысленны абсолютно, ну вот при, и не только при отступлении, а даже когда просто стояли по городам, они обстреливали какие-нибудь больницы, просто вот, просто чтобы уничтожить их, да, просто как рассказывали опять-таки очевидцы, люди реальные в Гастомеле, вот они когда зашли, они ходили из автоматов, обстреливали все трансформаторы возле домов, просто так, ну в смысле нагадить нужно, правильно, испортить. Их цель испортить, сломать, вот и сейчас, ну а в чем еще смысл, вот они убили четверых во Львове, четыре человека сегодня погибли во Львове. Да, в Киеве тоже есть пострадавшие, пока не сообщили, сколько это погибшие или раненые, а военного смысла это не имеет, ну в смысле что, заморозить нас, когда сейчас плюс 9 градусов, кого они собрались заморозить, вы знаете, да, что они вот могли добиться отключения отопления в части 40% домов в Киеве, но у нас плюс 9 градусов, а к следующей атаке мы все починим. Лишить нас света, ну можете на какое-то время, но на сколько, но если вы уже зимой в холода лишали нас максимум на двое суток, там однажды. У всех генераторы, да? Так у всех генераторы, во-первых, во-вторых, у нас избыточные мощности, как вчера сообщили, вот наши энергетики, да, уже накопленные, ну что вы собираетесь делать, просто тупо стрелять, чтобы разрушать и убивать людей. Ну а главное, Михаил, что с каждой такой атакой растет уровень ненависти к ним, и это единственное, по-моему, чего не добиваются, больше ничего. В Бахмуте, в Бахмуте даже, понимаете, который они пытаются взять больше, чем полгода, все равно по-прежнему идут бои, никто им, как выяснилось, не сдал Бахмут, и Пригожин заявляет, что там воюют якобы 20 тысяч украинских военных, а с его стороны 3 тысячи, но насколько мы знаем, практически все наоборот. Ну да, это смешно, конечно. Нет, ну там, кстати, не сказал, что наоборот. Во-первых, насчет уровня ненависти, мне кажется, что как раз внутри Украины уровень ненависти, я не знаю, куда его можно поднять, вот он на максимуме, особенно после всего произошедшего за последнюю неделю. Скорее, то, чего они добиваются, реально россияне, ну, чего им удается добиться, это нашей всемирной поддержки со стороны мирового сообщества, потому что вот этот обстрел, вот эти смерти бессмысленные, он больше всего влияет на людей на Западе, потому что они все это видят, это то, что, в чем нет сомнений, да, то есть не надо доказывать, что это было. Вот они все факты, вот они, все это происходит у нас на территории, вот прилеты ракет конкретные. И вы знаете, как, когда мне там говорят, ну, подожди, а вот может ли быть, там какие-нибудь объяснения начинают чему-то искать, я говорю, не, ребята, вот вы знаете по телевизору, а я знаю по факту, вот я вижу, вот дом, он был, а теперь его нет. Это называется обстрел. И вы мне можете ничего другого больше не рассказывать про то, кто на кого напал, там вот это все. Вот, поэтому эти обстрелы увеличивают, мне кажется, поддержку. А в Бахмуте, да, в Бахмуте там про соотношение сил, конечно, это оригинально, но и наших там не три тысячи, перестаньте, ну что вы, у нас там достаточно большие силы обороняют Бахмут, просто тоже мы же не собираемся там положить всю армию нашу, да, ради этой обороны Бахмута. Мы работаем, как говорят военные, на самых, так сказать, возможно, возможно, как это не цинично звучит в выгодных условиях, то есть вот пока эти позиции выгодны для того, чтобы нести оборону, мы эти позиции, наши ребята там эти позиции обороняют. Вот и все. Ну, а там все вот эти бахвальства на Пригожина, ну, понятно, что ему нужно перед, как сказать, перед, как у них там называется, ну, короче, перед президентом так называемым России показать, что вот он тут один с голыми руками сейчас воюет. С голыми руками на танке. Украина готовит большое наступление, об этом все больше и больше говорят военные эксперты, об этом намекают наши руководители, так сказать, армейские. И, как говорят эксперты, 40% вооружения, военной помощи уже прибыло в Украину, то есть, ну, вполне возможно, что 2-3 недели, извините за мэм, но тем не менее, когда подсохнет, когда станет потеплее, возможно, действительно начнется наступление. Не знаю, когда он начнется, не знаю, где он начнется. Естественно, каждый день есть какие-то сведения, которые поступают оттуда с фронта, они такие противоречивые, но обнадеживающие бывают. И вот даже если взять историю с Бахмутом, почему решить до конца не отступать, ведь это же решали вот в понедельник специально. А может быть, потому что вот там удобно именно начать с контратаки прямо вот на этих самых наступающих людей. Может быть, это просто как не более чем одна из версий. Но вполне может быть, что это и другие направления совершенно будут выбраны для этого удара. Когда, ну тоже, мы сейчас не угадаем, но понятно, что это в течение там, нет, 2-3 недели, кстати, не знаю, не уверен, но на месяц-полтора, я бы так осторожно сказал, да. Да, вот, а насчет количества военной, процента военной помощи прибывшей, от Киева выделяют все время новую и новую. Пока та прибывает, новую уже выделили. И сейчас видно было по последнему, по последнему пакету помощи США, который был опубликован буквально на прошлой неделе, на полмиллиарда долларов. Там одни снаряды, если вы заметили, там только снаряды разных видов. Это, вот это настоящая подготовка, да, к наступлению, потому что там безумное количество снарядов, когда ты на полмиллиарда долларов одновременно получаешь снаряды, это очень что-то объемное. И это говорит о том, что тяжелая техника у нас есть, то есть, что уже артиллерий у нас хватает, хаймарсов хватает, нужно, собственно, боеприпасы. И вот вокруг этого сейчас крутится большая история, вокруг боеприпасов. Если вы слышали, вот там в Россию из Ирана приплыли боеприпасы, ну там по каким-то данным разведки, и достаточно много их приплыло на корабле через Каспийское море, видимо. Вот, то есть, там 100 тысяч, я не помню, артиллерийских снарядов, ну там патронов, понятно, сколько-то очень много, но и артиллерийских снарядов сотни тысяч даже, я бы сказал, то есть, это много. Ну вот, а у нас, вот Европа выделяет в месяц 100 тысяч, но Алексей Резников попросил 250 тысяч в месяц от Европы. А выделяет ведь как? Выделяет это не означает, что она их взяла со склада и так и быть возьмите. Нет, они их производят сейчас, то есть, это сейчас европейские военные заводы стали работать на Украину, а американские стали это делать просто раньше.